привет дорогие друзья очень частый симптом проблемы ну не знаю как назвать но очень частое явление шум в ушах или в голове там шум писк там вот эти вещи все появляется ничего не находят там не могут ничего сделать шумит и шумит чаще всего по моим клиническим наблюдением есть разные формы шума но 90 процентов случаев всех вообще всех шумов и вот они самые сложно диагностируем все проверяют там делают мрт головы делают аудиограмму делают что только не делают в общем человеку и направляет его психиатру у тебя ничего нет а ты там придумываешь там придумал что у тебя шумит ну в общем люди ходят там к психологу психиатру психотерапевту там перестают спать у них сон нарушается дальше все идет уже по накатанной там уже начинается невроза подобное состояние неврозы некоторые доходят до психиатров до клиник лежат психиатрических клиниках и не знают люди в чем вообще причина шума значит шум вот в 90 процентах случаев если не больше это я так уж ну примерно на самом деле наверно больше все таки происходит из-за того что нарушается кровоснабжение мозжечка мозжечок находится в задней черепной ямки сейчас я нарисую вот низ черепа вот это затылок на вот он напишу стрелочку затылок вот ну соответственно вот он первый шейный позвонок нарисуем его вот так вот и второй шейный позвонок схематично нарисуем вот он второй цифра 2 здесь тоже схематично проходит позвоночная артерия она проходит через позвонки и заходит в череп питает ножичок вот он ножичок до ножичок это часть мозга часть мозга нижняя находится в нижней черепной ямки в которой есть там свои извилины и больше намного чем в коре головного мозга в нем находится 60 миллиардов нейронов сюда вы нас сделала напишу 60 60 миллиардов нейронов всего вместе с нейронами мозжечка всего в голове их 90 миллиардов то есть две трети нейронов находится здесь мозжечки для чего они нужны эти нейроны и вот его питает позвоночная артерия которая проходит через кости через позвонки значит для чего они нужны эти нейроны что делает мозжечок во первых он собирает всю информацию от тела в каком мы положении находимся и стабилизирует нас в пространстве то есть это вестибулярный наш аппарат если нарушается питание мозжечка наряду с шумом про который сейчас я расскажу могут быть и головокружение потому что вот эта функция нарушается то есть это сопровождающий симптом дальше что он делает он собирает слуховую информацию кота приходит от ушей от органов слуха внутреннего уха в мозжечок он ее обрабатывает отсекает все помехи шумы и передает в кору слуховую информацию и то же самое он делает со зрительной информации он собирает информацию напишем нарисуем такую большую стрелку сюда информацию зрительную слуховую обрабатывает ее и передает в кору в упрощенном виде поэтому мы начинаем воспринимать осознанно то есть он всю весь объем информации воспринимает упрощает ее обрабатывает и передает поэтому у людей могут быть шумы то есть нарушается качество обработки информации возникают помехи это чаще всего потому что они начинаются даже при малейшем нарушении кровотока по позвоночной артерии шумы у человека это один из самых чувствительных симптомов и ухудшение зрения вечернее ухудшение зрения как стемнело и человек хуже начинает вот это ориентироваться и так далее вот это два симптомы очень часто как правило они идут вместе эти два симптома к вечеру человек начинает хуже ориентироваться чуть стемнел сумерки все он уже ничего не видит хотя днем видел как обычный человек потому что плохо работает мозжечок но это на этот симптом не обращает внимание потому что при ярком свете при проверке окулиста зрение не будет нарушена только вот видно в сумерках это и шум писк там какие-то какие-то там трески там и так далее то есть вот причина и чаще всего чаще всего это возникает из-за того что нарушена нарушена именно положение второго шейного позвонка начинается компрессия стрелочку поставим на артерию с давление артерии происходит и нарушается приток крови к мозжечку поэтому когда мы лечим шум в ушах прежде чем что-либо делать там появился у вас шум в ушах что-либо делать нужно поработать со вторым шейным позвонком и для этого есть упражнение прекрасно которое сейчас вам и продемонстрирую многие кто знает мою гимнастику это упражнение знают но немногие знают что это специально упражнение разработано для того чтобы убирать шум в ушах вот кто делает мою гимнастику целиком пишут мне александр юрь спасибо там мы делаем у нас шум в ушах прошел но они не знают что это именно из-за этого упражнения у них прошел шум в ушах и у кого шум в ушах в принципе вы можете даже если вы не знаете мою гимнастику просто начать с этого упражнения и действительно вы увидите что у вас очень быстро начнет шум уменьшаться проходить упражнение называется взгляд в небо как почему так называется потому что нужно голову повернуть сторону до упора до упора и потом вот он здесь находится под черепом второй позвонок мы его можем ощутить вот где заканчивается кость с нее спадаем вот руку ставим сюда вот и пытаемся поднять голову вверх и у нас будет вот здесь где рука напрягаться мы должны ощутить от напряжения и в этот момент у вас будет усиливаться шум вы с удивлением это увидеть что будет усиливаться и вот вы напряглись шум усилился потом он начнет у вас уменьшаться 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 расслабились сделали усилился шум уменьшается 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 расслабились Сделали, усилился шум Уменьшается, уменьшается, уменьшается Расслабили В другую сторону повернули Тоже сделали Усилился шум Уменьшается, уменьшается А может и не уменьшаться, может держаться Подержали секунд 5-10 Расслабили Подержали секунд 5-10 Расслабили Вот буквально Сделали в одну сторону 3 раза В другую 3 раза Вот прямо сейчас сделайте вот прям сейчас после просмотра видео и вы увидите, что у вас уже быстро шум станет меньше это произойдет больше чем в 90% случаев кто долго мучился каждый день нужно делать это упражнение где-то уходит минут 15, чтобы шум или ушел совсем с первого раза либо уменьшился сильно и вот такая практика приведет вас к тому, вы уже по своим ощущениям ориентируетесь даже одно просто это упражнение делаете у вас шум уйдет когда делаете мою гимнастику целиком это еще лучше там прорабатываются все остальные моменты позвонков в шее много не только второй позвонок ну здесь и первый позвонок затрагивается при взгляде в небо но шум уходит от того, что это упражнение прорабатывает именно и второй позвонок шейный ну пользуйтесь этим упражнением знайте теперь, почему у вас шумит теперь знайте, что такое моржечок если было полезно вам информативно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал пишите обязательно, какие у вас результаты в комментариях я на 100% уверен, знаю просто из своей клинической практики, что результаты у вас у всех будут прекрасные хорошие и замечательные поделитесь в комментариях этими результатами и обязательно пошлите это видео тем людям, которые страдают от шума в ушах обязательно пошлите, потому что для них это будет спасение а с вами был доктор Шишонин будьте здоровы пока подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео после того, как вы нажали подписаться, вы подписаны нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите «Получать все уведомления» и сохранить также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина клуб бывших гипертоников доктора Шишонина видеофильмы доктора Шишонина запись на бесплатное обследование в клинику будьте здоровы